Доброе утро! 5 декабря, несмотря на то, что выходной, воскресный день и в том числе мой собственный праздник, мой день рождения, это не значит, что я должна пропустить свой утренний ритуал. Утром я выпиваю одну капсулу витамина Е и завариваю коллаген в теплой воде. Вот такой вот пакетик, стакан уже подготовила, чайник у меня закипел, сейчас заварю и выпью. И это я натощак принимаю, выпиваю стакан вот этой воды с коллагеном и потом витамин Е. И после этого полчаса у меня на то, чтобы перевести себя в порядок, через полчасика только иду уже завтракать. Как-то так это выглядит в момент, когда только-только растворить его. Но на самом деле он буквально сейчас 3 минутки постоит и вода станет прозрачной. И единственное, что вкус немножечко такой специфический, ну к нему можно легко привыкать. Я сажусь в видео, сейчас буду на ютуб выгружать за вчерашний день. Видео практически выгружено. Я перед вами в самом натуральном виде, с патчами, подглазками. Еще не накрашенная, но зато умытая. Сейчас пойду мыть голову, собираться, краситься для того, чтобы идти в этот мир и всем сообщать о том, что у меня день рождения и я готова услышать поздравления и принять подарочки. Вот, так что утром я обычно такая, хотя бы привыкли меня видеть вот такой. И вот, как-то так я уже готова. Пандора с ума сходит, Янка тоже. Мы уже полностью собраны, осталось одеть верхнюю одежду. Слышите, телефон у меня разрывается от сообщений, от поздравлений. Спасибо, спасибо, мне очень приятно. И в Инстаграм, и в Вайбере, и в Телеграме, и в Ватсапе. В общем, во все, во все уже идут поздравления. Все, пойдем машину чистить. В магазин и по маршруту. Так, мои 39 лет. И я выгляжу в 39 вот так. Ну, ничего так, мне кажется. Для 39 мне все нравится. Как я сказала Янке, в 93 я буду еще круче. А в 39 тоже норм. Единственное, что волосы так электризуются. Особенно, когда вот только-только вымытые. А я средства не люблю. Я там, конечно, маслица чуть-чуть нанесла. И этот... О, здрасте. Термозащиту, но все равно электризуется сильно. Дорогие, одеваемся, поехали. Сначала в магазин? Наверное. Яна, куда сначала? Чем мы Маринку будем угощать на мой день рождения? Это я знаю. Надо что-нибудь придумать. Ну, Маринка, на самом деле... Чем ты выше? Потому что я вспомнила, что у меня есть крутые зимние сапоги. И вот на таком каблуке. Это единственный сейчас способ быть выше тебя. Яна, свитер. Без свитера не пущу. Серьезно. Даже не думай. На улице снег. Бегом за свитером. Так, в общем, мы уже съездили магазин. Проходили там, наверное, минут 30, да, Янка? Лучше мы пиццу за это время заказали. В общем, нам сказали, пиццу будут готовить минут 40. Ну, и мы подумали, слишком долго походим так. Поищем, что нам купить. Потому что сейчас едем к Мариночке праздновать день рождения. Я хотела там пиццу взять, но, как вы поняли, не взяли. В итоге, очень долго стояли и думали, что мы будем брать. Что-нибудь такое съедобное, соленое, да? Ну, типа пицца, там, бутерброда. Либо все-таки сладкое. И я не знаю, вроде бы, Маринка, как и я, там сильно, ну, можем съесть сладкое. Но так, что прям сладкое-сладкое, вау, прям. Лучше мне снова чего-то. Вообще, ходила-ходила. Маринке позвонила. Говорю, Марина, ты что хочешь, сладкого или соленого? Она говорит, да сладкого как-то особо не хочется. Да и соленого еще пока тоже. И, в общем, то есть, ничем она мне не помогла. Надо было кислое предложить. Вот, слушай, Таня, я подумала. И мы не купили ничего кислого. И что теперь? А, там клюкок кислый. Ну, в общем, в итоге мы купили и сладкое, и соленое. Маленький тортик мы взяли вот такой вот с елкой и с клюквой. И взяли колбасы с сыром и батон. Так вот я отмечаю свой день рождения. Ну, на самом деле, как отмечаю? Просто еду. Я знаю, что Мариночка в любом случае меня поздравит. А ехать с пустыми руками мне как-то не солидно. Поэтому еду. Сейчас берегусь. Это тебе от меня подарок. Какой? Вот это лучше. За мои деньги. Замечательно. Ставим чайник. Слушай, я тебя тут наследила, натоптала. Грязюки. Ночью все получилось. Спасибо, спасибо. Утром увидела, но я спала. Спасибо, спасибо. Мне было приятно. Кстати, да, потом вам тоже расскажу. В общем, мне сегодня Марина начинала мне мой соляр. Активизировала ночью. Так, все, я готова. Камеру хочешь, чтобы я выключила? Можно руки, но чтобы не видно. Ну, тебя не видно, нет. У меня видно. Я уже подсматриваю туда. Там пакетик у меня есть. Я тебя поздравляю с уважением. Мне хочется, чтобы ты в жизни никогда не теряла ориентиры. Они у тебя классные, они достижимые, потому что ты со своей глубиной, чистотой, силой, невероятной просто, ты достигнешь и достигнешь даже большего, чем ты желаешь. Прямо ночью зло, потому что ты говоришь только слов, приятно. Ты желаешь ты этого, по справедливости, потому что ты действительно этого достойна. Будь самой-самой счастливой. И главное, чувствуй, что ты счастлива. С днём рождения. Спасибо. Всё, пока я тут не расплакалась, я буду подсматривать. А, так! Я увидела сразу... Очень странная реакция. Я увидела всё то, что хотела. Сразу же. Там внизу самое главное. Вот эту книжку я себе сделала скрин, тогда у Тани, она же её советовала. Книжка называется «Стань счастливым за 21 день», здесь задание. Я сделала себе скриншот, я её не написала в списке, но она у меня... Ты знаешь, когда делаю себе скриншоты на телефоне, если что-то хочу, я хоп, скриншот сделала, и у меня есть папочка «Мои желания». И вот там вот эта книжка есть. Я просто к тому, что я увидела её и ежедневник, да? Да. И ежедневник сразу же. Ну, правда, не очень, но работала, тем не менее, что-то попозже. И ежедневничек в списке был. Ой, это я знаю, что такое. Календарь. Да ладно. Ну, календарь. Да ладно. Ну, это не Яри, это другой, который, да, мы с тобой видели. Это не Яри? Нет, это другой марки. Так что не только они делают такие календарики теперь. Что такое, что идея «Славня»? Тише, подожди. «Славня» какая-то. Славная? Что, серьёзно, что ли? Что, серьёзно, что ли? Ты распаковывай. Янка, вперёд, планеты всем. Надо, чтобы мама распаковала. Я помогаю. Я помогаю. Убейте с меня это пиро, Яна. Убейте с меня. Убейте с меня. Вот. То есть это вот такой же календарик, как у нас вот здесь. Вот только здесь производство вот это «Е», ну, там я вам скидывала, да, а это я обратила внимание, и Марине показала, что в другом магазине появились тоже такие календарики, но, соответственно, это другое производство. Я говорю, вот вы один вот такой, как я вот всё время брала, а второй вот этот, чтобы сравнивать надписи на каждый день. В общем, Марина уже половину исполнила. Второй я тогда себе тогда возьму тот, куплю, плюс этот. И мы теперь будем с тобой сравнивать надписи. Будет один в магазине и один дома у меня. Класс! Так, сразу открою, посмотрю, что 5 декабря следующего года мне тут советуют. Это у меня сразу, и на тех календарях то же самое. Всегда сразу смотрю день рождения. Каждый получает то, что он отдаёт. И человек с букетом цветов. Вы посмотрите. Отдай кому-нибудь... Ты видишь как? Я вам сейчас... Прям вообще, как будто с меня рисовали. А что это славное? Славное? Это салон красоты, массажа, там по лицу всяких штук. Я на них... А ты что, ты видела, что я на них подписалась? Ты давай раскрывай. Тебе всё расскажи, откуда? Я не знаю откуда, я тебе про них не говорила. Она сталкер. Я не говорила ничего про них, а я просто себе, я на них подписалась, изучаю всё, что они... На массаж. Массаж чего? И что, не только массаж, что ли? Там... А, это открыточка. Там открыточка и дополнительно есть ещё консультация. О, открытка, мы... На массаж. Калифорнийский. Будьте, пожалуйста, что такое калифорнийский массаж. Очень расслабляющий. Расслабляющий? Да, очень расслабляющий. Но я выбирала и решила калифорнийский, чтобы исполнила свою американскую... Американскую молодость? А мне в Америке делали массаж расслабляющий. Будьте, пожалуйста, счастливы. Обещайте, вот такая вот открыточка здесь. Вообще, у Марины всё, 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 прямо пронизано счастьем. И ещё и конфетка счастья, о которой я вчера думала, когда ложилась спать. Я думала о том, что вот шоколад счастья у нас тоже мало где продаётся, а я его ни разу не пробовала. Вот бы мне кто-нибудь подарил, чтобы я его могла попробовать. Вот у меня такие бысли были перед сном. Видите как, Мариночка? Так, ладно, я выключаю камеру, а то у меня сейчас Яна испортит всю мою прическу. И пойду обниму Мариночку, потому что она этого заслуживает. А Яна за это время сделает нам чай вкусный или кофе. Чай иди делай. Что с меня? В общем, Марине надо покупать солёное, потому что сладкое она не ела, как, в принципе, и мы. В общем, мы будем знать тогда на будущее, что у нас будет солёный стол с Мариной. Он более такой сытный, а сладкий это уже на потом. Так, мы поговорили, повеселились. Сейчас я беру с собой Янку, беру цветочки домой к маме. Но цветочки хочу поставить около фотографии папы. И что делаем? И уезжаем дальше, да? Я уже родилась по времени, уже моё время наступило. Я уже 25 минутка кричу, кричу, очень громко кричу. И поедем теперь, поздравим мою мамочку с рождением доченьки. Я тебя смотрела на вот этот вот сторис, который ты спросила, и там в сердечке цифра. Раньше же знаешь, когда возраст был такой позволительный, можно было перевернуть, и смотрелось красиво. А сейчас особо не перевернешь. А я перевернула, типа, 39, окей, а 93 я буду вообще красоткой. Я решила, что в 93 я должна... То есть я так посмотрела, как я выгляжу вот в этом возрасте. Перевернула эту цифру и поняла, что вот, когда буду 93 отмечать, я должна быть вот в самом высоку, как сейчас. То есть это для себя, для меня цель поставлена. Так что... Ладно, поедем. Погода сегодня. Кстати, вот я не помню, честно говоря, на мой день рождения, чтобы вот так вот солнышко было, снег лежал. Обычно... Не, ну бывало, что солнце, но снега я не помню. Как-то обычно более такая, знаете, осенняя погода на мой день рождения. А сейчас красиво, солнечно. Небо голубое-голубое, как я люблю. Как я люблю. Я обожаю голубое небо, либо небо с облаками. Я не люблю, когда небо серое, такое пасмурное, а голубое люблю. И снег. Вот. И я иду к машине. Может и открою, а может не открою. Я еще не знаю. С обеда моя камера меня подвела, и вот только сейчас, когда я уже приехала домой, я могу опять начинать что-то снимать. В общем, как я вам говорила, ведет она себя абсолютно непредсказуемо. Вот когда мы выходили с магазина, я еще сняла, потом поехали к маме, посидели у мамы, потом встретились с Димой, поехали вот в магазин закупить продукты на праздничный ужин. Дима скоро приедет, сейчас он поехал чинить мою машину. У меня вчера оказалось, ну стук странный появился, когда мы ездили. И в общем, похоже, это колодки. В общем, он поехал сейчас на станцию мне чинить машину, так как я езжу каждый день, плюс Яну вожу. Ну, а наша сьяная задача сейчас приготовить праздничный ужин из скупленных продуктов. Я хотела вам показать, как мы ходим по магазину, как у мамы была, но, как я сказала, камера уже ведет себя непредсказуемо. Она просто, я ее включала, и несмотря на то, что и зарядки здесь очень много, то есть батарея заряжена, и абсолютно чистая карта памяти, она все равно писала, что нет возможности съемки видео. То есть ноль минут, ноль зарядки, и в общем, непонятно что. Ну вот пришла домой сейчас все, скинула все, что до этого снимала на компьютер, чуть-чуть подзарядила камеру и почистила карточку, и вот вроде бы могу продолжать снимать. Итак, что мы купили на праздничный ужин, что мы будем готовить? Мы еще не знаем, что будем готовить сейчас в процессе. Мы начнем с того, что Яна попросила купить ей все, что необходимо для торта. В общем, она будет делать торт уже с готовыми коржами, со сметанным соусом, с лимоном, с грецкими орехами, и там все для украшения, что ей надо. В общем, все ей здесь купили, но потом она будет этим заниматься. Далее у нас будут бутербродики с рыбкой, и, возможно, лимон тоже сюда пойдет. Я захотела оливье, поэтому мы взяли уже готовый отварной картофель, и, ой, не то показываю, где-то морковка еще должна была быть. А морковка где? Была морковка, покупали же. Наверное, в машине осталось, надо мне сказать, чтобы привез, когда будет обозвращаться. Так, будет, в общем, сварю одно филе на оливье, а из этого надо сделать с подливкой и с грибочками какую-нибудь потушить, я думаю. К оливье, вот к оливье еще огурцы взяли, лук. А что еще нам надо на оливье? Горошек был. У нас горошек, по-моему, есть в холодильнике. И знаете что? Самое удивительное, я обожаю креветки, но я ни разу в жизни сама их не готовила. В общем, взяли креветки, и сейчас Янка сидит, ищет рецепт на ютубе, как приготовить королевские креветки. Да, Яна? Ладно, все, мне для того, чтобы тут начать готовить, я начала помыть посуду, которую я с утра тут оставила. В общем, сейчас займусь самым лучшим вообще делом в день рождения. Это мытьем посуды и готовкой. Вот об этом я, конечно же, прям мечтала. Как обычно, у меня все в процессе меняется, переделывается. В общем, так, яйца я уже отварила. Курица варится для оливье. Будут мои любимые бутербродики с чесноком, сыром, майонезом, помидором. Вот сейчас обзажариваю. А Янка будет готовить креветки и тортик. Но это по чуть позже. И здесь у меня уже в мультиварке в моей. Сейчас пока на режиме жарко, курица с шампиньонами обжариваются. Чуть-чуть добавила воды. После чего сейчас быстро чищу картошку, закидываю сюда, закрываю, ставлю на режим тушения на час. И все, когда Дима приедет, уже будет готовая такой рагу, или не знаю, как правильно это назвать. В общем, картошка тушеная с мясом с грибочками. Мне кажется, должно быть вкусно. Так, я дожариваю бутерброды. Чищу картошку, потом сажусь делать оливье. В общем, вот такой у меня план. Мои дорогие, у меня прошло ровно 2 часа. И полностью уже готова здесь картошечка. Давайте откроем, посмотрим. Ага, сейчас все запотеет. Надо будет только перемешать. Я, видите, в конце зелень добавляла. Но аромат, аромат очень хороший. Так что перемешаю будет у нас здесь картошечка с мясом с грибами. Яна, что ты делаешь? Не так. Я ножиком это делаю. Что ты делаешь? Не надо так. Оно пюре станет. А так кусочками будет. Я сама сделаю. Можешь ко мне интересно. Я сама сделаю. И стол уже накрыт. И даже, даже, да, креветочки я обжарила в чесночном, если можно так сказать, соусе. В общем, масло сливочное. Много чеснока. Обжариваю с двух сторон. И все выложено на листе салата. И помидорчик. Ой, помидорчик, лимончик. Вот мои любимые бутерброды с помидором и чесноком. Оливье уже готов. Остался один огурец. Не влез. Ну, я посчитала, что он будет лишним уже в оливье. Поэтому так порезала. Все накрыла на стол. Теперь... Все отлично. Вот такой вот небольшой праздничный стол у нас будет. Ждем Диму. Что-то он молчит. Что там с моей машиной интересно. Что он так долго... Что так долго он ее делает. Ну что, мои дорогие, у меня уже почти 11 часов вечера. Да, мне зря говорят, что день рождения грустный праздник. Особенно сейчас он, да, совсем такой не праздник. Посидели мы все вместе кино, посмотрели. А вообще сейчас уже Дима ушел. Яночка тут уже собирается ко сну. Я буду ложиться. Прибиралась тут. Все разбиралась. Сейчас вот с удомойкой жду, чтобы уже отключилась и загружу новую на ночь. И так грустно мне что-то. И так плакать хочется. Наверное, здесь все вместе, да. И день рождения, как говорится, есть. Часто, когда хочется грустить. Ну и все-все-все остальное тоже. Так, я о чем? У меня тут следующая ситуация. Пересылают еще мне поздравления. Я же в этом году заказала соляру отстролога. А вообще я давным-давно обращаю внимание, что все время рассказывают про прокачку второго дома. Дом финансов, да. Там высчитывается по соляру, когда начинаются сутки вот эти финансовые. И у меня вот много кто из знакомых периодически просит в это время там или на телефон им денежку положить, или на карточку перечислить. Неважно сколько, там можно одну копейку, один рубль. Самое главное, чтобы шел какой-то приток финансов именно в эти сутки. Причем работает это с двух сторон. С одной стороны, для того человека, у которого вот этот вот астрологический дом по соляру, ему идет расширение, да, на целый год вот этих вот финансовых возможностей. А люди, которые в свою очередь отправляют деньги вот так вот в день соляра, они тоже участвуют в этом вселенском обмене. И в общем у них тоже возвращается вдвойне та денежка, которую они пересылают. Я к чему? Если вы хотите, у меня мой соляр вот как раз сейчас начнется и закончится 6 декабря в 23.15, точнее не соляр, а вот второй дом, его вот это расширение. Поэтому если хотите поучаствовать и в том числе себе также чуть-чуть увеличить финансовое пространство, вы знаете, вы по боксе под видео я оставила номер карточки для того, чтобы вы могли в любой момент меня угостить кофеечком или сделать свой донат. Вот, кстати, благодарю, благодарю, уже по чуть-чуть денежка на кофе поступает, я больше вам скажу, я уже пила кофе с этой карточки, потому что эта карточка только для ютуба, то есть я ее вообще по-другим не трогаю. То есть я смотрю именно с ютуба, сколько вы мне делаете там донатов и каких-то кофейных комплиментов за видео. Так что да, если вы хотите поучаствовать, если вам интересна эта тема, ну, потому что я раньше как бы просто изучала, не знаю, насколько она работает, в этом году первый раз хочу попробовать, но люди, которые вот занимаются астрологией, они каждый год это практикуют и говорят действительно, что как у человека, вот как у меня именинника это срабатывает, так и у тех людей, которые в этом участвуют, действительно увеличиваются финансовые потоки. Хотите верьте, хотите нет, можете проверить, а вообще, вообще, нет, вот это я еще не дособирала, оказывается, кружки со стола в колочке держу, мои хорошие, мои дорогие, я очень рада, что вы со мной, спасибо каждому, кто поздравлял, кто еще будет поздравлять под этим видео, я знаю, 100% еще будут писать, как и каждый год, так получается. И благодарю вас за лайки, за то, что вы со мной, скоро мы опять увидимся, я точно знаю, с вами была Воля, и пока-пока.